В Государственной Думе хотят увеличить штрафы для любителей поездок на крышах поездов. Сейчас зацеперов штрафуют всего на 100 рублей. После принятия закона проекта сумма взыскания увеличится до 1500 рублей, а при повторном нарушении до 5000. Жуткие травмы, которые получают при зацепинге, практически несовместимы с жизнью. В прошлом году проходили дети именно железнодорожные травмы. Травмы, полученные на железнодорожном транспорте, очень и очень серьезные, имеют, в общем-то, некоторый неблагоприятный исход, а некоторые дети долго лечатся, лечатся со множеством оперативных вмешательств. Один из последних случаев произошел 2 мая в Вязниках. Мальчик залез на железнодорожный вагон и получил сильнейшие электрические ожоги. А 19 апреля во Владимире подросток забрался на вагон грузового поезда и погиб от удара током. Всего за первое полугодие на объектах железной дороги задержано 204 ребенка. Некоторые дети гуляли по путям в наушниках или ездили на велосипедах. Детской безопасности нужно уделять особое внимание, считает начальник отделения по делам несовершеннолетних Василина Попова. Все думают, что поезда идут со скоростью 20 км в час. Ничего с ними не случится и ничего с ними не произойдет. А на самом деле у нас участок скоростного сообщения. Здесь поезда ездят со скоростью до 170 км в час. И быстро поезд не остановится, и поезд не машина, он в сторону не уедет. Тормозной путь у скоростного поезда минимум 1,5 км. Инициативу увеличить штраф из-за нарушения поведения на железной дороге поддержал Владимир Киселев. К сожалению, за последние два года только в Центральном федеральном округе погибло 34 человека, которые являются этими зацеперами, из них 21 подросток, то есть несовершеннолетний. Ну и, безусловно, большое количество людей задерживается. Вот около 800 человек задержано полицией на транспорте за эти правонарушения. Когда и насколько вырастут штрафы для нарушителей безопасности на железной дороге, пока неизвестно. Летом депутаты Госдумы должны дать окончательный ответ на этот вопрос. Иван Стариков, Андрей Беляков, Виталий Сергеев и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.